сегодня у нас в гостях как мы обещали известный белорусский блогер николай масловский здравствуйте николай дмитрий вы как-то так уже слишком представили известный белорусский блогер достаточно известный в узких кругах итак начнем сегодняшний наш разговор с такого вопроса вот николай расскажите о себе где и кем вы работали войти сфере меня хорошо слышно что-то интернет пропадает да вас хорошо слышь консультантом автоматизации скажем управления для крупных емких таких танка энергетика про и промышленность то есть ну занимался управление проектами именно строй какие-то проекты там модернизации вот я за эти куски отвечал системами автоматизации управления крупным бизнесом вот расскажите что это такое автоматизация крупным бизнесом скажем так он его нужно представить какие-то бизнес-процесса бизнес-процесс это грубо говоря там сбыть снабжение ремонт и бухгалтерия финансы это вот бизнес-процесса крупного уровня но я боюсь когда слушателям профессиональной терминологии скажем каждый бизнес-процесс состоит из каких-то кубиков какой-то документ формируется какой телефонный звонок кто-то кому-то должен какой-то там план передать ну и вот все это в кучу так устраивается потом превращается скажем в бизнес-процесс верхнего уровня сбыть снабжение то есть предприятия это некая совокупность бизнес-процесс и самое главное чтобы эти вот бизнес-процесс и они скажем он и они должны меняться и вот основная проблема беларуси это сразу не перескочить это в том что наших многих белорусских предприятиях действует телефонное право какие-нибудь там чуваки с министерства могут позвонить еще откуда-то по телефону внести какие-то директивы и все что предприятия там планировала по закупкам по производству по ремонтам все это рецептор и когда а вот система автоматизации с крупным или там мелким среднем неважно каким бизнесом внедряется это предполагается скажем логикой управленческой которая тишники закладывают свою эту систему автоматизации что бизнес будет как бы так поэтому иностранные проекты и в том числе российские в крупных компаниях никто проходили очень так живенько плодотворно я не хочу гнать на свою скажем родину но все мои участие скажем в белорусских отличных проектах но это была головная боль потому что управленцы они к сожалению не любят принимать на гриба государственных предприятий принимать какие-то решения они все боятся хотят ни за что отвечать и что-то хотят сделать потом приезжать какой-то начальник который так с бухты-барахты потому что мы там что-то показалось надо он вносит какие-то коррективы и все тормозится стополиться и бывали случаи когда на некоторых белорусских крупных очень крупных предприятий и она может только сразу 4 запускалась то есть мы запустили а вы должны работать но по причинам телефонного права каких-то там дублирующих функций там что скажем с бытовик снабжение сделают одно и то же что это невозможно в принципе в наших предприятиях возможно но какие-то там должностные обязанности они начинали конфликтовать там друг друга воевать ну и началось что предприятию нужно было тратить дополнительные деньги что последующему кругу опять подготовить там сказки остатки бухгалтерия ревизию провести то вы понимаете все эти данные с 3 4 попытки на некой приятель очень известных наших называть не буду зачем их позорить то есть это вот запускалась их систем автоматизации большая проблема заключается в том что если берется передовая система автоматизации международная крупные компании мелкие среди неважно есть такое понятие зрелость управленцев и понимаете стене это управленцев ну грубо говоря с этой машины не водишь тебе подари феррари и ты не уедешь потому что ты привык бегать на роликах и ходить пешком насколько получилось я попытался очень сжато вот как объяснить что такое система автоматизации и для чего она нужна счастниками как-то проще работать у наших отечественных предприятий должна быть у предприятия стратегия предприятия должен быть хозяин часть государства у нас чем полную то я говорю да то есть должен быть хозяин то еще раз хозяин государства но что то я вас не слышала пропали да вот сейчас что-то произошел какой-то сбой связи вот если хозяин государства чем он по вашему плохо вас нету как бы хозяина государства насколько я понимаю у нас есть и управленец который управляет своими какими-то там личными но мне так кажется ну или там не личными групповыми какими-то стратегиями как правило но почему я говорю про предприятие хозяин должен быть это человек который показывает стратегии назначает людей дает этим людям полномочия нормальные полномочия чтобы они могли что-то сделать и потом не мешает периодически там с каким-то там интервалом там неделю ли там раз в месяц какой-то контроль проводит может чаще а у нас получается большая проблема стране с тем что она в бизнесе диригирование полном для меня государства про государством это тот же бизнес у него есть если государство бюджетно расходная часть доходная часть да я понимаю что доходная часть это деньги налогоплательщиков и понимаю что государство какой-то системное мышление это подчиненная система обществу гражданскому обществу нас это тоже наоборот то есть ну я не знаю на как на этот вопрос ответить то есть он такой какой-то эмоциональный то есть как мог я ответил доля госсектора получается очень большая в частном бизнесе может быть ну и большое налогообложение и это снижает частную инициативу получается я больше либертарианство стремлюсь и идеи их находятся и скажу что я считаю что государство вообще не должно лишь бизнес бизнес там всегда появится какой-нибудь дядька который посчитает что вот это вот актив государств это предприятие еще что-то снасти он начнет как-то там к нему присасываться и я не хочу никого там обвинять из нынешних директоров этих предприятий но так она в части бывает что когда чиновник видит не говорю что директор предприятий чиновник потому что проходит какой-то пункт как калуги на заводе холодильник снизу поднялся под ним работал заводе холодильника генеральным обществом и другие предприятия кого-то присылает какого-то дядьку который кроме высшей партийной школы ничего не понимает получается потому что ему главное читаться перед тем кто на это место посадил а не какие-то показатели какие-то стратегии которые есть у предприятия и получается очень банальная история мы там ездили по нашим предприятиям договоры и на понимаем что если под какие-то предприятия или 20 25 назад продали могли как-то там восстановиться на некоторых предприятиях эти здания прогнившие плесень то есть их просто тупо снести уничтожить и на их месте что-то строить мало то есть с точки зрения папка стоит ее можно как-то реанимировать уже получается что эти коробки просто нерентабельно грубо говоря уже с точки зрения даже строительства это опасно а это дорого ну да нерентабельно это дорого а все это да не рентабельно согласен а вот скажите николай а если это все переломить на уровне управленцев от государственных возможно ли это вообще давайте начнем с того что скажем я поработал консультантом по бизнесу до с крупными компаниями и как бы привык жесткой какой-то логике понятной логике стратегии какие-то показатели оценки эффективности там доходная часть расходная часть динамика выручки динамика убытка да и и возникают убытки то обычно нормальный бизнесмен владелец бизнеса айтишник найти причину или танцы бог сам финансиста неважно и когда эти убытки находит от них быстро избавляется наша страна и проблема одна из таких существенно заключается в том что мы десятилетия кормим предприятие которое можно было продать и уничтожить но уничтожить потому что они мотально устарели и поддаются какой-то реанимации потому что рынок ушел далеко они остались там производительные чугунные сковородки там или какую-нибудь прочую дрянь которую скажем а покойная бабушка еще может после военных годах там эти халаты с такой расцветкой сатиновые сковородки они до сих пор еще производится какому-то уже то есть такое ощущение что время остановилась как-то вот все все очень грустно получается да уж грустно а вот расскажите про вы были там инспектировали значит предприятия про молодых людей которые пытаются построить какую-то успешную карьеру в айти то есть какой вы могли бы дать им совет то есть чем проблема ну так что есть такой английское слово job чешников которые работали и до продолжают работать в серьезных отечественных эти компаниях то есть мы нормально работать 10-часовой рабочий день пойдет то есть если вы такое в джобу войти реально в джобу войти такая у нас поговорка что улитка обгоняет таланты все хорошо с математикой ты там все круто это делаешь и программирование получается и сейчас светлая голова но если ты не будешь каждый день как улитка там пару сантиметров знания получать вперед продвигаться через два года ты превратишься в какашку потому что на войти мире сейчас все ускоряется и с эту через два года тебя просто топовый перед а улич потом еще советую молодым людям обязательно поработать с каких-нибудь крупных айтишных компаниях возможно ехать за границу поработать с иностранцами неважно айти не айти ну заниматься идти удаленно но окунуться в другую кругозор и чему надо с иностранцами во первых у них можно многому научиться и а в крупные эти компании поработать для того чтобы понять как вот серьезный бизнес серьезно решает вопрос это не тавтология так она получается потому что если там какая-то компания размера дырка в заборе но у них это все делается очень просто примитивно никогда не поймешь что можно по-другому и даже если он вырастет станет классным специалистом и захочет сделать свой бизнес войти это именно работа скажем тоже гипом и transition и бей в других компаниях до наших белорусских например то есть это как наши управленцы понимаете не видели другого не выходцы советского союза они какие-то такие вот управленческие динозавры я не хочу их обидеть и говоря ну вот они ничего другого не представляют я бы очень удивился если скажем глава госконтроля который недавно советское бы написал статью о том что там частная собственность плохо это все очень государственная да если потом пришел на завтра сказал что ли в степени бей какой-нибудь там бизнес администрирования ну для меня был бы шок и я начал бы прислушаться а так вот все это вот какая-то замыленная такая песня я не хочу в обидеть там и там чего-то на него но я просто говорю что люди которые работают войти у нас четкая понятная логика видите что долго разговариваясь просто шумит целый день там за компом просидел мало слов было поэтому четкая понятная логика а когда вот отвлекаешься от своей те от проектов которые структурированы ты понимаешь что есть ресурсы люди там техника время какое-то труда часы вот те за это деньги а потом смотришь наше государство и ты ну я честно ничего не понимаю что происходит потому что для меня это просто хаос какой-то управленческий эмоциональный информационный вижу что качественной информации мало чтобы люди какой-то серьезный анализ дел делали я там читаю белорусский рынок уже на не знаю сколько лет 20 их люблю русскую газету определенные разделы жанных источников ну конечно сайты николай а вот расскажите про белорусский парк высоких технологий по вот я вот это сокращенно какие компании вот там находится что вы можете не сказать и почему их так ценят в мире то есть у нас как бы совковая экономия экономика но наши компании специалисты высоко ценится в мире насколько я знаю была большая проблема наших айтишников это лет десять назад может чуть больше заключалась в том что у нас были классные программисты мне было толковых управленцев обиновайте менеджер проекта руководитель проекта выступаю менеджером проекта в пьем project manager по-английски и люди не могли нормально написать проект документацию составить планы распределить обязанности понимаете не было управляться при этом сидела куча классных программистов которые при советском союзе еще там делали для советского военпрома потом у них были разработки по станкам с чипу то есть это было это реально круто на весь мир и реально круто потом конечно это все ладно и вот получилась такая штука что начать и плотешников сделать начали но многие наши компании скажем тот же и по другие создатели бизнеса эти они ломанулись за границу их была главная цель вот найти людей которые могут реально управлять и одеть партнеров убежных потому что но если ты придешь в крутую компанию иностранную ты не сможешь нормально объяснить что я вот это буду делать так 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 там через месяц ты получишь вот такую или кусок программы там через два месяца получишь еще что-то это будет стоит потому что у меня будут работать специалисты такого уровня каждый специалист будет работать такое-то время понимаете да то есть надо составить план работ обосновать его бюджет и деньги когда эти деньги нужны чтобы денег хватило время под который подписали сделать качество и получилось что вот когда уже платы создавалась пус активно вот ездить в россии очень большой поток был я очень долго в россии работал на российских заказчиках а потом и куда дальше начали постепенно вот управленческий вот айтир от вот он сал переносить к нам и как только вот скажем в пвт появились люди которые могут управлять проектами могут находить заказчиков доказывать им что мы лучше и начал раскручиваться по поводу доказательств я скажу так что не бывает такого что приехали какие-то там туземцы с маленькой белоруссии все полюбили потому что скажу что в одной из компаний работал было там 150 специалистов моего профиля и около смежных ну по на по бизнес направлению а в какой-нибудь там эти структуре индии там сидела 15000 то есть понимаете пакистан индия россия украинская школа программирования очень сильно а потом вы знаете что сейчас многие наши бывшие ссср казахстан и кыргызстан и они там тоже мечтают все пвтшника сделать потому что экологию мы не гадим деньги зарабатываю каких-то там ресурсов нефти газа мы не просим только есть компьютер мозги белорусы почему доберись успеха я расскажу не буду называть компанию как они завоевывали одного известного заказчика они вызвал их себе сказал что ребята это очень крутой заказчик и мы можем с ним заработать десятки миллионов ежегодно а потом каждый год будем все это увеличивать и он сформировал команду зомби сказал что вы летите на 2 на две недели так чтобы заказчики просто хлопал в ладоши и народ пахал две недели они там уже спали в общей сумме там ну чтобы не соврать часов 20 может 30 то есть они там сидели на кофе реально и фиг и фигачили ну и потом когда они уже прилетели сюда заказчик сказал что у нас были люди с разных стран мы богатая компания нас американцы индусы были мы готовы ну понимаете деньги их не жмут но говорит так как белорусы работают никто не работал потому что мы на работу приходили они уже сидели у нас работу ходили они еще сидели спят на народ там чуть не за компьютерами спал там быстро перекусывал и продолжали работать что показать то есть вот только так есть наши эти пвт конторы признание а потом если работал там с какой-то биржей там делал заказ для министерства обороны там крутой страны какой-нибудь да то есть тогда уже все заказчики присматриваются грязь что мстится уже с ними работали парни ну значит реально крутые по то есть а дальше больше и я очень рад что у ребят получается то только расслабься ты облажаешься потому что я я знаю как подведут себя скажем с евросоюза мы с ними там на тендерах встречались очень жесткие очень скажем у них возможности больше потому что они все-таки евросоюзе у них другие законы у них другие финансы у них другие возможности и по кредитам и по каким-то другим правовым вещам то есть у них возможности больше но мы отсюда и если говорить о какие-то перспективы нашего эти бизнеса но если компания там ступила в пвт или неважно не вступила в пвт она где-то там в беларуси работает и достигает какого-то уровня но это стопроцентное решение что владельцу бизнеса придется открывать где-нибудь офис в лондоне другой стране и туда выносить часть основных переговорщиков не понимаете аналитиков понятным скажем международным айтишникам заказчиком правом поле да у нас в беларуси создали им такие тепличные условия в рамках пвт и пвтшники понимают что в пвт все круто мы сидим в тепле у нас вкусный кофе мощные компьютеры но вот шаг за пвт столкнись там где-то чего-то нагребешь проблем и скажу более того что многие серьезно эти компании на наши они очень не хотят работать с крупными или с крупными государственными заказчиками потому что это это стрёмно я надеюсь на ваш вопрос ответил хорошо а вот почему вот вы сказали беларусы такие работоспособные да у них есть потенциал от почему нашим айти компаниям трудно стать успешными вот при таком потенциале что мешает нам в первую очередь ну наверно налоговое обложение собственно говоря и законы которые поджимает частную инициативу собственно у нас беларуси ну понимаете если компания уже получил какой-то то есть она ни в чем не нуждается а по поводу начинающих компаний у нас знаете как класс отсутствует какой-то внятное понятие со стартапами айтишными да когда там как называет один человек яйцеголовые собрались придумали классно какую-то идею какой-нибудь там виртуальный шлем там для компьютерной игры или скажем какое-то устройство которое следит за пользователем за компьютером или там за ребенком и что он устал понимаете то есть какой-то классную вещь у нас очень тяжело собрать деньги и получается что пацаны собрались там девчонки у них реальность потенциал они реально могут работать но на этот наш эти запретительные законодательные процедуры то есть они в пвт например заказчик говорит я хочу заплатить пайпл то есть для них это нормальная практика об этом кричу своих видео постоянно я хочу заплатить пайпл а у нас для бизнеса то есть он пишет чувак я не могу я в беларуси вот для украины для нас это запрещено иностранец смотрит думает ну ты что хочешь узнать номер моей пластиковой карты хакера грабить ну понимаете вот это вот такие бытовые вопросы а потом еще у нас нету поддержки какой-то кредитами зданиями теми же сгниет какое-то здание дмит его вложи в него там какую-то копейку пяток тысяч побили покрась там воду пусть и отопительную отдайте митинг пацанам пускай сидят там девчонкам что-то разрабатывать их команд запустил у одной-двух получится ну и конечно сейчас пвт-шники пытаются решить проблему я помню вопрос о чем почему успеха нету у многих белорусских эти компании то чтобы привлекать людей на бесплатные мероприятия где не рассказывают как управлять проект как управлять финансами как управлять бизнесом потому что к сожалению если смотреть на нашу действительность на страну вот на то что происходит там на предприятии государства нам государстве этому научиться невозможно те каким-то людям умным которые в этом разбираются кланяться посещать их семинары подписываться на них фейсбуке например на того же прокопению на других там наших известных иногда и смотреть их логику понимать как они управляют как они живут и как куда двигаются потому что она самим ну как бы ты там интернет не читал как бы ты там не учился ну ты можешь научиться программировать можешь научиться там какие-то ну дизайны делать а бизнес это но у не только это предполагает он предполагает и не находить заказчиками не выбивать деньги договорился на такие деньги получил срок а если вот ребята белорусские работают с нашими белорусскими компаниями мир да а то деньги как правило не всегда воли получают вот получается пацаны там что-нибудь сделать девчонки и акты подписали а деньги там через три месяца приходит и так через полгода а за это время можно знаете там же все что можно и сдохнуть от голода вопрос так если хороший продукт так любом случае человек вознаграждение за него получит ну какой-то момент он может быть в рамках этого налогообложения если ну я помню какие-то продукты белорусские ну почта там не фриме и он называлась как-то интересно то есть ну почему не начать белоруссии не продолжить где-то в другом месте абсолютно согласен что-то вы пропали да ребята которые начинают делать продукт если наглости хватает если терпения хватает стучатся во все двери финансы ищут если там свой какой-то коробочный продукт разрабатывать если понятно разработал не заплатили а если сами разработали но только многие кормят волка если сидеть ну под сидячим ничего не появится и да когда находят деньги серьезный инвестор и серьезный партнер они горят ребята потому что переходим в обшор ну сказали что есть не получается то переходим в обшор ну то есть синевую экономику грубо говоря экономику сейчас много есть сезон в европе до которая не синевая экономика не какие-то обшоры то просто инкубаторы для эти бизнеса потому что все сейчас страны понимают что какая-нибудь успешная айти какую-нибудь успешно идти продукт может заработать там десятки миллиардов может и больше да вот взять наших танкистов почему не свалились страну да у них сериал ресурсы которые программисты там разработчики тестировщики на основной же бизнес вывели страны почему законы английское право там понятное понятие для инвесторов партнеров там могут принимать абсолютно любые деньги открывать счета быстро а у нас как то вот даже пейпл принять нельзя смотрите вот я с точки зрения украина говорю у нас ну это что драконовское налогообложение но все-таки не в зависимости от того сколько вы зарабатываете вы должны платить на то есть такой момент второй момент ну кредитование человек получил маленький кредит и даже без решения суда просто нотариальным написан ему закрывает счета вот такое бывает понимаете ну тоже как-то немножко неудобно и серьезнее у нас можно по подозрению закрывать считай какую-то проверку сделать и и все то есть никаких судов то есть из подозрений какой-нибудь с этим столкнулся мне закрыли сейчас все счета мне приходится работать тени хотя я не хочу работать и не честно хочу платить налоги вот не получается ну есть если так уже тени тени есть мир в городе в таиланде под называется не помню он большая песочница фрилансеров дизайнеров творческих людей там как бы дешевле жить чем в другом стальном мире как мне кажется поймите ну вот вы правильно сказали главное какой продукт насколько он рентабелен да то есть что такое венчурное инвестирование да то есть вы укладываете в стартап а этот по стартап выстреливает раз из десяти раз может из двадцати из пятидесяти да люди в это верят люди нанимают программистов программиста на них работает им платить деньги а потом говорят ребята что-то у нас не получилось что такое вы виноваты нет не мы виноваты мы сделали как вы сказали просто у вас задача как-то не очень хорош да николай расскажите вот про стартапы в каких стартапах вы участвуете и почему по вашему мнению одни белорусские стартапы успешные а другие умирают стартапы я называть не буду в двух тут участвую стартапах название конкретно не надо просто там условия потому что знаете как говорил бальтазар грэсиан по моему испанский философ что гласит замысел огласить замысел погубить ну а хотя бы как какой тема касается ну то есть это тема страниц на решение сберингом с интеграция с банками и прочее прочее то есть такие серьезные вещи поэтому но тут ничего не хочу говорить потому что тут законы и и родины международные и тут с банками добазариваться извините за это слово николай а микрофинансовая организация финансовая организация что конкретно имеется ввиду но есть такое понятие мфо не банк и не кредитная пилка там идет не по кредитам с банками там идет интеграция папе тени как бы участвуют банки я просто гриб ра стартап мелко кредитность организации нужны в этом проекте а кстати они работают беларуси мне просто потому что какие-то еще остались работать но их всячески стараются задушить и правильно делают потому что там у них какие-то сумасшедшие проценты ну я считаю как-то не людей немножко обманывают миллион украинец миллион просто миллион мы говорим диггер не про украину я просто думаю что еще лет 5 наступит такое время когда и традиционные банки как-то форматируются и листам изменится потому что ну думаешь человек пять проект революту в россии выстрел сейчас полтора миллиарда стоит вот по мобильному приложению открывать и расчет на эти иностранные валюты счета в разных иностранных банках конвертировать валюту без этих банковских процентов они там по два процента в каждую сторону берут а там они через форекс создатели гонят то есть там намного меньше процент получается вот уже какие-то начинают появляться решения такие международные которые идут на смену банка потому что ну револют вот если говорить про него я не пропагандирую ну просто он сделал то что человек может через мобильное приложение или через компьютер пройдя верификацию открывать абсолютно любой стране себе какие-то пластиковые карточки и счета какие-то валюты менять банкоматов этих ну понимаете то есть совсем другие возможности и банкиры ну они просто понимают что если будут сидеть они все сдохнут потому что она рынок устроен очень жестко если ты устарел то себе пора куда-нибудь сваливать либо переучить какая-то криптовалюта вы имеете ввиду но имеется я не хочу говорить по стартап это не криптовалюты криптовалют этот рынок уже присыщен он уже достал всех и эти блокчейн и тоже всегда стали я грипа стартапа да то есть сейчас нужны стартапы которые какой-нибудь массовые время у бизнеса и они приносят выгоду и тем и тем есть потенциал есть какая-то вероятность того что кто-то не сможет повторить твой опыт потому что она при современных стартапах самая большая проблема заключается в том что ты делаешь классную идею умная богатая то есть еще как бы не стартанул не вырос от себя уже скопировали сделали лучше и как шутит тот же потапинка что как правило все лавры достаются вторые то есть тот который начал кого-то копировать улучшил его модель бизнеса улучшил его там какой-то софт поставил лучших управленцев и у него все получилось он обогнал и задавил того который скажем в гараже с друзьями с девчонками что-то писал и какие-то стартапы делал то есть сейчас большие ребята они очень идут жестко пошел хорошее появляется то как был случай с белорусским проектом его покупают фейсбук за сумасшедшие деньги да но это как бы хороший случай когда тебя признали стал богатым твой опыт признали либо ситуация хуже тебя просто скопировали ты потом смотришь в спину конкурента и понимаешь что пора закрывать а вот смотрите а вот если не ориентироваться на зарабатывание денег если ориентироваться на потребность ну смотрите на потребность ну например у людей есть потребность духовном развитии соответственно какие-то сообщества какие-то дискуссионные клубы какие-то реальные встречи не в интернете а в реальной жизни то есть но есть это настоятельная потребность вот это же фейсбук он вытянул всех людей из реальной жизни в виртуальную сейчас пост информационное сообщество но требует как раз наоборот движения в реальную жизнь такого рода спорта стартапы или направления они существуют вообще я могу конец и стартап слушаю фридом беларусь по-моему на чем говорить по существует разное то есть цели могут быть абсолютно разное создание москов которые не рвутся для мужчин там для женщин колготок создание не знаю там я уже кстати идеи стартапы своих видео кидал через годик нашей стране начали даже реализовываться надо видео смотрит идея стартапа например создать деревянный автомобиль белорусского производства полностью из дерева там электрическим двигателем и назвать его какой-нибудь там стопроцентно экологичный автомобиль который катается на электроэнергии не засоряет потом при утилизации никаких красок токсичных например да он будет тяжелый но как бы красиво можно сделать и вот такие продукты нужны это может быть отличный стартап который вещать и говорить хотим белорусы чтобы нам сделать таких автомобилей мы будем кататься на них своих загородных домах нет предполагаете что моя идея вытянуть людей из интернета в реальную жизнь у нас роднее созданию деревянного автомобиля что поездки в интернете стартапы и стартап может быть абсолютно любой сфере деятельности что перебил даже есть примеру стартап там арчер ну книги примеры по истории и собирая деньги на книги белорусской истории вот вам чем есть такой стартап примеру это могу точно сказать как называется это книги и что по истории то есть собирают книги там исследования различные проводят и пишут книги на и на книги сбрасывается получается и потом их эти книги издают добавлю стартап отличный ну ну смотри что делаешь миза моя идея моя идея создать литературный клуб в котором люди читают книги если прочитал книгу он проводит собеседование и у него повышается статус и он потом может принимать участие с этим статусом в других мероприятиях которые касаются и бизнеса и отдыха и развития и всего остального типа такого слушай диггер у нас тут как бы но интервью мы сейчас человека опрашиваем поэтому по после стрима мы можем побеседовать на различные темы как бы ну в формате полемики сейчас мы как бы вопроса николая и как бы все кто интересно но кому интересно задают ему вопросы хочу просто короткий вопрос какой у вас стаж по работе именно с бизнесом войти наверно лет под двадцать ну то есть двадцать двадцать назад у нас в беларуси было идти до скажем в серьезном эти бизнесе 20 лет программировать и компьютер изучается начал лет 10 у нас тогда в беларуси в битву это бывший политех господин сороса создал компьютерный класс и ну для студентов конечно но мой папа договорился и меня пускали там изучать смотреть какой-то бейсик там эти первые языки программирования графические вещи в то время родители как-то так разорились за какие-то сумасшедшие деньги купили мне первый этот компьютер и с так считать то грубо говоря 30 лет его эти бизнесы с 10 лет а если серьезным бизнесом по 20 лет точно николай а начинающим программистом вот смотря на весь ваш огромный опыт что посоветуете изучать и куда двигаться системное программирование что лучше select изучать искусственный интеллект искусств самая фишка которая все рвет просто рвет все рынки и всем нужно и за этим будущее и ну например как это в бизнесе используется какой-нибудь там банк или какая-нибудь там компания пример у них очень много платежей через интернет у них приходит очень много платежек а каких-то квитанций через электронные какие-то носители файлы пдф ки чпики ну понимаете какие-то картинки и я не успел договорить да да диггер не перебивайте пожалуйста понятно что эксперты это решают но искусственный интеллект это делать дешевле это ключевой момент обучается приезжать это конференция по искусственному интеллекту куда приехала куча зарубежных компаний приезжали наши белорусские монстры в искусственном интеллекте и они говорили что если чек что-то в этом понимает моему сходу дадим 5000 баксов зарплаты а если он до хрена понимает то мы дадим десять тысяч на русских долларов зарплаты потому что у нас очень много заказов очень много проектов и не с кем работать потому что никто в этом не разбирается вы задали вопрос чем заниматься я говорю что вы вам сейчас заниматься но сейчас даже студенты там или школьники не тоже что-то пытаются сделать многим нашим белорусским заказчиком игре про беларусь они вот они разбираются для них красивый сайт ну пойдет 50 долларов то есть они на это клюют но если право отговорить до если к нам системы разработки программист должен для себя понять хочет быть тестировщиком хочет быть аналитиком который будет снимать то что хочет заказчик либо он хочет быть там project manager чтобы этим всем руководить процессом учиться либо он хочет стать программистом администратор то есть понимаете тут на самом деле эти профессии зависят от человека я хорошо программирую но я не могу быть программистом потому что нас меня очень придет много энергии на доске договориться что-то обсуждать что-то контролировать то есть я как пули ношусь если меня посредник программиста но я не наезжаю я уважаю много ребят программистов но это не мой темперамент то есть надо задачу надо посидеть подумать надо там понимаете то есть человек должен посмотреть молодой специалист начинающий на свой цепь пирамент кем он хочет быть уместяга пообщаться с коллегами посмотреть что они делают посмотреть что на рынке трудовострелом это самое главное потому что если ты будешь крутой там человек крутой монстр в каком-нибудь там basic и например да и то как бы это сейчас нафиг кому нужно ну сейчас нужно java php носях пишут то есть ну новые языки сейчас программирование появились не сейчас не вспомню как он называется смотрел отчеты аналитиков сказали что это реально крутая штука в носе написали там новый язык то есть надо смотреть тенденции потому что сейчас очень большая проблема которая была и в моих вузах когда я учился настоярну хотя сейчас эти вузы подтягивать наши белорусские платежники и вузы и высшее образование подсагивать про эти специалистов но не бывает такой что на первом курсе это выучил а на пятом курсе как уже выходишь если ты не продолжал учиться это уже никому не нужен то есть уже пришли новой версии нового методики новые методологии технологии если раньше там что-то выучил 5 лет и 7 лет хватало чтобы в этом разобраться а и это сейчас год-два ты не будешь интересоваться куда я катится мир в сторону своего развития то через два года ну ты поймешь уже отставать через три года но уже это отставание будет очень сильно поэтому если говорить про айтишников я скажу так что работая скажем консультантом приходилось квартал может читать там пищи полторы страниц на английском языке документации это какие-то ноды какие-то с релизы какие-то обзоры вы понимаете то есть это полное погружение в профессию и ты человек готов избрать такой геморроидальный путь айтишника потому что но это это интересная творческая профессия потому что ты свою мысль превращаешь конкретный продукт да он виртуальный да он набор ноликов единичек но это реальный продукт этот продукт может давать людям кайф там спасать жизнь еще что-то если к этому готового от этого прет тогда вот войти эти а если там кто-то думает что вот пришел там сел книжку прочитал какой-то диплом курса закончил пойдет и прочее скажу так что в серьезных эти компаниях и сертификации есть аудит а твоих знаний то есть они смотрят твой прогресса не заставляете изучают новые какие-то вещи в рабочее время они заставляют тебя посещать конференции которые сами для людей делают то есть идет постоянно такой знаете как собак натаскивают то есть постоянно заставляют идти вперед если ты не готов идти тебя быстро меняют снижаются зарплату быстро 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 потому что твое место готова там 50 человек и и самая большая проблема войти специалиста под минут мир 42 будет в октябре скажем такого конкурентного бизнеса то есть я сейчас своим проектом занимаюсь где мне никто не сможет вчера тыкнуть как там там на меня наехать если говорить так в кавычках а пацаны которым по 35 лет которая но ведущие специалисты то в программировании скажем для мобильных приложений они говорят что представляешь я постоянно стараюсь там я блин учусь а тут приходит пацаны по 25 лет я уже чувствую себя лохом потому что я я когда начинают думать о какой-то задачи вспоминаю какие-то устаревшие языки программирования какие-то версии знания мешают а пацан пришел после вуза он ничего другого не знает он только это выучил а это самое свежее самое полезное а вот этому 35 лет ему нужно найти время и это изучить ну понимаете то есть войти большая проблема что это становишься старше тем все тяжелее выдержать конкуренцию и ускоряется если там игре пять лет хватало знаний сейчас два года может скоро будет там год полгода понимаете то есть все все ускоряется и это профессия такая на выживание если говорить про пройти где ты хочешь много зарабатывать ты хочешь очень много зарабатывать хочешь быть в интересных там командировках посмотреть мир купить там квартиру быстро машину все мысли как бы закончу предыдущие опыты варите мешает а вот от частного к общему он горитя николай как вы оцениваете в общем нынешнее положение эти бизнеса в беларуси и его динамику то есть вот вы долго войти бизнесе как вы видите вот за эти годы что у нас идет развитие или регресс уже пошел потом смотреть по вытяжке развитие русские продукты но большая проблема идет не в том что разве если не раскрыв в том что текучка кадров просто народ валит предположим и по двум конторам наберется через 50 страны они на помыже там и они по всему миру много среди там в америке в этой филадельфии где айтишники тамошним и они не собираются сюда возвращаться понимаете какая штука что очень умные люди прокачав свои знания прокачав свои навыки доказав все что трудолюбие побеждает лень они достигают какого-то предела в беларуси и потом становится скучно не потому что меньше начинают платить еще что то то есть они хотят большего и тут он серит например получает две штуки баксов и там три с половиной считает ну он вырос да что это круто туда он приезжает получает 150 тысяч годовых ему дают подъемные сюда приезжает машина пакует его вещи отдают ему номерок есть и рассказывают и все стремятся гугл тоже они хотят я просто не поверю что это возможно у них может быть там какой-нибудь стрип-баре либо в бассейне хорошо а вот николай с какими основными проблемами по вашему мнению сталкиваются люди которые желают заняться в республике беларусь айти бизнесом ну то есть бизнесом общесвязанном сайте вот какой-то человек окончил там до институт какие-то курсы решил что вот это сейчас модно это современно он немножко шарит в этом решил создать какую-то компанию бизнес которая связана с айти к и с какими проблемами вот он сталкивается в первую очередь что мешает молодая дурная голова много эмоций нету денег если говорить по-быстрому мы с братом создавали кучу всяких бизнесов и разных тематик и сайты какие-то и проекты были информационные и и зол магазины и у меня и производство пластиковых карт мы для банков эти карты всех делали систему лояльности разрабатывали и было у меня такой опыт что я создал первый в беларуси айти белл назывался журнал по управлению бизнесом глянцевый понял что тут пока никому говорят по американской статистике лучший стартапер успешных это 46 лет по статистике учение 20 лет что-то с девчонками все просто ах но мир идет к тому что какие-то правила либо придумываются либо уже придуманы дальше влез тем меньше каких-то возможностей но мне так кажется потому что ну сейчас эти вот какие-то сумасшедшие сумасшедшие идеи просто в жизнь воплощаются с тысячами десятками тысяч раньше такого не было и сейчас ты начинаешь что-то думать и кажется что это классная идея потом заходишь мониторишь интернет и понимаешь что французы американцы уже это сделали и начинаешь опять напрягать мозг так вот я говорю что молодые люди активные придумали да посмотрите в интернете если этого нету не знаю там пускай мне пишут там подходит я познакомлюсь с людьми которым помогут там не обидит когда это все встанет то есть не выкинуть бизнеса но я советую молодым людям все-таки увалить большие компании атишные и там хотя бы года два-три поработать чтобы понять как большие ребята работают а после этого уже там какие-то стартапы потому что вот если говорить по белорусский проект который там по масками фейсбук купил мы реально работали в эти конторах то есть у них был большой опыт они были профессионалы своих отраслян в своих этих направлениях айтишных то есть они не просто так сели и с нуля так вот прочитав одну книжку там создали какой-то продукт который купил фейсбук то есть у них был бэкграунд они были молодцы изначально но они собрались в том срослась как извилина и они сделали классный продукт вроде бы на вопрос да 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 хорошо хотел узнать сколько приблизительно еще нужно чтобы поступить куда-то там окончить курсы какие-нибудь и ну какие условия нужны чтобы куда-то попасть вообще выгодно поступить в компанию нет обучение имею ввиду сколько все это стоит смотря чему вы учитесь как учитесь очень много скажем учителей которые занимаются эти образования они лохи то есть они сами нихрена не умеют извините за простой русский ну поэтому вопрос куда так вы в русске живете то я бы советовал на какие-нибудь курсы в парк высоких технологий зайти какой-нибудь там которая там набирается людей обучает тот же ИПА например очень классные курсы но если человек где-то учится например и еще посещать эти курсы но у него часа 13 он хочет на этих курсах выжить уже возраст там другое образование переквалификацию но выбрать какую-то профессию которая позволила получив минимум знаний там три месяца курс отучиться и пойти в этот там каким-нибудь юниором ну стажером и пытаться что-то делать просто понимаете вот вы мне задали вопрос куда пойти учиться но это как женщины красивые красивые но у каждого своя красота то есть понимаете курсов много советуют ПВТ либо заканчивать какой-то там профильный вуз либо какие-то курсы но курсы как показывают моя практика это все-таки ерунда ну это какой-то толчок такое дает начальник пахать пахать как правило закончив курсы сам человек должен многим компаниями и сказать что я хочу вас работать а я не хочу рекламировать епан я скажу что и память такая практика что ты закончил курс а ты крутой на этих курсах у тебя классные показатели ты сам не придешь и не скажи что я хочу у вас работать реально хочу все могут не сказать ничего что приходит к нам к политикам ты ты отучился ты отучился ты счастлив и валять понимаете то есть многие факторы и тот же прокопенина пример я читал недавно его пост в фейсбуке то есть реально должно в глазах гореть и желание грызть знания наверно ответил наш вопрос не хорошо теперь немножко в другую плоскость переведем нашу беседу вот скажите вышел в конце 2017 года в конце ноября вот этот пресловутый декрет номер восемь о содействии развития цифровой экономики вот что он реально дал мы видим пока ничего по факту особо нет то есть вот что вы можете сказать как специалист который давно войти в белорусском что реально дал нашей экономике давайте говорить так я сейчас не в ПВТ у меня на этот декрет номеру который там ПВТ мне на него глубоко перевалят потому что у меня он не касается он создает инкубационные какие-то тепличные условия для ПВТ когда они там получили возможности по международным платежам реально остались довольны но остались довольны не на сто процентов то есть там многие вещи казались сырыми потом удручающая была ситуация что там сказали про криптовалюты что там можно IPO делать что там деньги собирать проекты стартапы на крипте но получилось так что потом это все быстренько откатить криптовалюты и сейчас там пытаются опять это все реанимировать но я думаю что в Беларуси не получится сделать какой-то там криптовалютный офшор куда весь мир будет загонять бабло потому что в соседе соседушки в России и других странах сидят серьезные люди которые за такие ну скажем крутые инициативы просто торгут голову ну мне так кажется это мое личное мнение потому что ну это это деловая инициатива есть какая-то польза прибыль а есть просто хочу и как правило в политике кто сильнее тот и прав ну наверное на ваш вопрос ответил да к сожалению могу сказать что все так и есть то есть мы видим что биржу обещанную централизованную x-ray так и не открыли и как бы ну никаких инициатив особо нет а вот как вы видите я вас перепью я просто скажу по декрету номер восемь да я просто не хочу многие вещи рассказывать и скажем лишь потому что на самом деле это нужно не только белоруссия нужно скажем богатым очень богатым людям из россии из других стран мира то есть там как-то тоже их интересы были учтены я говорю намеками не хочу говорить там прямым все текстом то есть это еще скажем когда мы говорим про какие-то изменятся в законах это касается не только ПВТ это касается влиятельных людей из других стран грубо говоря государство влезло в ту индустрии которой государство не должно лезть и все пошло не в ту сторону грубо говоря не только в этом проблема скажем айти бизнесом должен управлять человек который близок к этому бизнесу правильно очень хороший опыт был с предыдущим главой ПВТ он из дипломатов перекалифицировался в главу ПВТ и как-то все сейчас янчевский идеолог президента бывший стал главой ПВТ ну ладно вот это возглавляют и прочее какие-то взносы контролируют но смысл такой что они пока залазить в крупные эти компании белорусские силовики и другие заинтересованы такие структуры государственные назовем так сейчас ну про одну компанию такую реально у них все рушится они теряют людей они теряют понимаете айти бизнес он спасался за тем что вы правильно заметили что нельзя в него залезть и кулаком по столу стукнуть и сказать что коровы должны давать на 5 литров молока больше про права поливился в сельский туалет или достать отмыть покрасить зеленый цвет то есть там это не работает понимаете управленцы которые хорошо понимают производство там какой-нибудь там в пищевке там производство мороженого обойти совсем другие законы и вот это вот айти спасает если бы они могли туда быстро залезть я думаю что наши будут опасения пвтшники таких вот успехов не достигли тут губы компьютерные яйцеголовые какие-то заморочки они спасают ряд которые войти да вот от каких-то мирских захватов отжимов дирижей госсобственности как у многих секторах было что там приходит и горят 50 40 пациентов твоего бизнеса сейчас государство или или твоя компания завтрашнего дня государства ну то есть ну это реально много делает они проводят семинары они там с иностранцами молодых ребят знакомят лихий скобатор для новичков которые там какие-то стартапы свои бизнесы делают и попав вот в этот инкубатор пройдя какие-то там конкурсы научиться как выживать в этом мире но дальше от них все зависит то есть ну да он реально много сейчас дает много всяких конференций семинаров много бесплатных там лекций и разные темы и в Минске проходит и знаю что и в других наших областных городах там айтишники движуху делают и вебинары постоянно в интернете кто хочет пожалуйста подключаются читают смотрят но это те кто хотят что-то там отжать возглавить это учить читать смотреть они привыкли к этим его взять не то что критика это ну к сожалению странах подсоветских во многих происходит почему так ну как бы если говорить по философству да то вот у него есть изначально права как только был потом вот есть общество да то есть мы то забегаем и говорим что мы будем в этом обществе жить своих собор отказаться там вот есть такое понятие культура у меня очень такое важное понятие культура оно не только там заключается в том чтобы не говорить слово бля и какие-то другие там ругательные вещи а от него выходит понятие политики да что политику это можно это нельзя от него выходит понятие права да от права выходит понятие что такое закон законодательства то есть получается культура право закон так вот если общество есть культура а мы знаем что какие-то законы принимают случайные люди которые просто случайно оказались и что там нафигачили какие-то законы с которыми нами жить то общество которое культура есть она говорит что там вот то у меня общество есть культура и гражданского общества То есть ты с этим вот этот закон, понимаешь, всего стопа нету. И вот я говорю, побывшиеся в советские страны, потому что мы другого еще не видели. И что-то мы видим. Был какой-то глоток воздуха, и книги пошли в Беларусь печататься, и международных управленцев, и по культуре много всяких таких вещей было интересных. Потом как-то все это позажималось, позажималось, человек хочет свободы, но, наверное, все-таки войти айтишникам свободы проще, потому что плотно помоложе было лет на 10 войти, то за неделю три страны у меня было. То есть ты просто обалдешь от того, что разные города, разные страны, тебе-то все платят. Ты просто живешь в гостиницах, тебя кормят, тебя обстируют. И ты работаешь, и смотришь мир. То есть отойти такую свободу дает. И поэтому, когда, скажем, человеку, который ничего не видел, ему легко там что-то накрутить, поставить в угол и сказать, оно там, успокойся, делай, как я тебе приказал, к айтишнику. Я не просто хочу там как-то свою профессию не схвалять, просто проникнуть. То есть ему тяжело это сказать, потому что, что терять. И поэтому, вот я говорю, что мои коллеги, они очень активно варят. Ваш пыль стоит. Причем сейчас и прибалтийские страны, и Польша, и Нинцы, они дают там всякие эти и карты, и синие, и какие-то там, и зеленые, чтобы только вот эти специалисты приехал работу. То есть ПВТ хорошо, но если ничего не изменится в части культуры, в части общества, то народ будет бежать. Мне так кажется. А можно вопрос задать, Николай? Да, конечно, Игорь. Конечно. А что побудило вас, скажем так, из успешного айтишника пойти в политические обозреватели, аналитики, блогеры? То есть я так заметил, что вы появились в районе тунецких протестов. И как бы я так не представляю, что вам пришел листок с этим, со сбором, чтобы оплатили. Поэтому у меня такой вопрос, как бы почему и с какими целями вы занимаетесь блогингом? Ну, скажем так, блогером я был давно. У меня была куча блогов текстовых и всякие там такие с картинками. Видеоблогинг, да, вот на фоне протестов, понимаете, есть такое понятие, вот у меня, это обостренное чувство справедливости. Понимаете, есть, ну как бы можно через лужу переступить, через кашку какую-то, потом как-то вот что-то такое в груди происходит, и ты понимаешь, ну это же, блин, бред, это просто бред. Ну и на фоне этого бреда как-то вот так меня и таркануло делается в блог. Сигарь, что на ваш вопрос ответил. Так, все, 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 Хорошо, а вот вы, Николай, говорили о том, что проблемы там, значит, специалисты уезжают, а вот что, по-вашему, необходимо было бы в первую очередь изменить в экономике, чтобы Беларусь стала по-настоящему IT-державой? Вот так, как на словах заявляют нашим, мы там сделаем Беларусь IT-державой, вот что реально надо сделать? Так, IT-держава это не только ПВТ. Держава это, скажем, определенность зрелости управленческой мысли, управленческих потенциалов конкретных чуваков, которые занимаются управлением. Только такие люди могут использовать адекватно эти решения и могут ставить задачи, чтобы им какие-то новые эти решения разрабатывали. Человек, который сидит со счетами и пользуется голубиной почтой, ему нафиг нужны какие-то IT-решения. Поэтому, когда люди, которых большинство на каких-то крутых должностях говорят про IT-страну, про голубинную почту, все, это вопрос. Основное, у нас нет управленцев, которые адекватно могут это все используются. Ее можно так автоматизировать, что половина депутатов нафиг выгнать. Можно сделать сайты, где будет режим охотный расход. закупили, можно посадить какую-то службу, которая будет это все просто делается. Депутаты нафиг нужны. Раньше не нужны были для того, чтобы поехал в свой колхоз, поговорил с колхозниками, они ему сказали, слушай, поедь в Минск, скажи, или в Москву, чтобы барин там, там вот у нас тут запила. Сейчас это можно все написать, то есть мир изменился. И вот это вот IT-решение. IT-решение это путь Ирландии, когда они взяли, объединились там этих сколько там, 100-200 человек написали свою конституцию, выбрали людей, которые совершенно случайные, которые юристы сами написали конституции по НИЖУ. Это IT-страна. Что-то прогнозировать, это понимается, что будет ПВТ расти, будет зарабатывать не миллиардом, а два миллиарда долларов. Ну, грубо говоря, дезинферизация, та же криптовалюта на это и рассчитана, чтобы было дезинферизованной системы, чтобы на местах было самоуправление на разных частях. Согласен. Понятно. Согласен. А у нас вертикально, у нас как в России то же самое, какие-то там силовые такие вещи, а творчество это креатив, это танцао, свободен в каких-то своих выражениях, он это другое мышление. Я считаю, что в нашей стране оно портит мышление у людей, оно какие-то забивает барьеры в голову, какие-то я не могу, это нельзя, а что там подумают люди, да пофиг, что подумают, ты не нарушаешь закон, ты никому не делаешь какой-то там вреда, кто-то будет делать и делать замечания, я хожу как хочу, я делаю, что хочу, я никому не мешаю жить, то есть, ну, это мой принцип такой, а другую свободу, то есть, ты не мешаешь другому и все в порядке, как говорится, и он не мешает тебе. Не мешает, да, ну, получается, как правило, все по-другому, и в обычном бизнесе, вот и в обычном бизнесе, и в IT-бизнесе, как правило, когда ты что-то начинаешь такое хорошее делать, но когда у тебя это очень хорошо получается, как там пошутил один, очень много находится людей, которые сделал просто мечтаю дать тебе подпатую точку, ну, есть такие люди, и самое обидное в том, что заключается, что ты потом ничего сделать не можешь, примеры жизни, когда у нас была типография по тем же пластиковым картам, мы там для какой-то, ну, довольно известной белорусской компании сделали брошюн тираж, прицепились на пустом месте, был суд, и просто отжали у нас эту партию этих карточек, хоть по договору, по всем понятиям мы были правы, и, ну, то есть, понимаете, то есть, вот это вот все сковывает бизнес, ты когда на этом натыкаешься, ты потом думаешь, что блин, какое-то время проходит, если запал внутри есть, ты опять просыпаешься, поднимаешься, продолжаешь что-то делать, нельзя, то есть, тут, либо ты боец, либо идешь, ну, я говорю, если хочешь стать бизнесменом, предпринимателем, а если хочешь спокойной жизни, то, ну, становиться профессионалом, в какой-то своей области, устраивать у кого-то, в какую-то хорошую организацию, либо компанию, она предана работать, учиться, и смотреть, чтобы апы были по зарплате, ну, какие-то плюшки тебе давали, ну, то, что хотел сказать пока. Да, ну, типа, у нас тоже выживает сильнейший в том же IT-бизнесе, в том плане, что для, у нас выживает, получается, сильнейший, в том плане, что нижний, там, средний уровень предпринимателей, они не выдерживают и уходят у нас из бизнеса, и за счет этого у нас так мало предпринимателей, в принципе, выживает, то есть государство не дает толку. Немножко заблуждаетесь, в чем объясню. у нас есть только крупный бизнес, бизнес, который завязан с государством, который как-то участвовал в потоках и чего-то там. Средний бизнес, ну, скажем, средний бизнес, это, ну, да, компаний, которые зарабатывают и как-то там зарабатывают, то есть это не какие-то суперприбыли, но как-то колония существует. Бизнес, что такое бизнес? Ты заработал деньги, ты их отложил, это значит, что я там могу что-то купить, я там свой бизнес увеличу в два раза, начну в два раза больше зарабатывать. У нас в стране люди занимаются самозанятостью, самовыживанием, то есть сама, что-то нибудь тунеядцами, да, вот это наш мелкий бизнес. Когда я говорю, там, и бывает сам, не консультируюсь у ребят по тем другим вопросам, брат, он говорит, ну, я вот заработал 2000 долларов, у него там, я говорю, окей, что ты конкретно приносишь деньги, которые ты после налогов, говорит, да, но мне нужно там, короче, отремонтировать это, тут какой-то штраф прислали, и он реально получается, то есть, понимаете, он вначале сказал, что заработал 2000 долларов, да, но когда мы начали с ним разбираться, он реально зарабатывает 500-700, ну, бывает у него, конечно, хорошие месяца, когда он нормально зарабатывает, но это я, я считаю, это не бизнес, это самозанятость, и вот мои бизнесы, которые были в Беларуси, не IT-бизнесы, это тоже было самозанятость, мы, что зарабатывали, у нас это потом забирали какими-то штрафами, зима, идет снег, какая-то четко прошла с полкома, там, вылиться на Пелемстанции, выписывала там, или сколько там штраф за то, что мы не посыпали, продавцы не посыпали снег, это и какой-то специальный, ну, чтоб не скользили, то, проходить мимо, то есть, понимаешь, нет у нас мелкого бизнеса, среднего, как правило, тоже нету, только крупные, это как в любых таких, ну, грубо говоря, вот так, где, это как вот этот, который мы недавно, статью же, с вами говорили, в начале стрима, про этого чиновника, старого, вот из-за таких людей, собственно говоря, вот в таком положении все находятся, скажите, вот мне такой вопрос по поводу перспектив, какие надежды могут быть реалистичны после смены нашего режима? Ситуация такая, что, скажу честно, я как-то на истории, ну, хоть начитанный, но в голове остаются там цифры какие-то, что я смотрел, то опыт, когда там этого, и вот после развала Советского Союза, и Россию наблюдаю, даже если там что-то поменяется, среди людей, которые были, велись они хорошо, преступно, халатно, и не поставить им клейму, что ты уже все, ты не можешь занять какие-то должности, принимать какие-то, ну, понимаете, управленческие процессы, ну, в основном поговорим про государство, вот если это чистки не сделать, то все повторится, почему это заключается, в чем это заключается, как правило, у них есть связи, у них есть деньги, у них есть круг знакомств, и даже если что-то поменяется, ну, легко будет, и куда-то опять попасть на какую-то должность, или там, ну, понимаете, то есть пройдет 5-10 лет, и дети, 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 тихо, грубо говоря, одним словом, иллюстрации, если вот привести такой пример из IT-бизнеса, про государство можно сказать, без покупает, марш, старейшую IT-компанию, просто корень, и говорит, ребята, вы все классные люди, но я прошу вас, вот, взять чемодан и валить отсюда, подарили, ну, вы будете вредить моему бизнесу, то есть так вот и должно быть в государстве, не должно быть такого, что что-то поменялось, где-то кто-то затаился, пересидел, и начал дальше так творить, тоже потому, чем он привык, брать взятки, устраивать родственников, ну, понимаете, то есть это как войти, то есть должна быть полная смена, потому что, ну, когда мы, например, автоматизировали белорусские заводы, и российские, частные, ну, реальные такие, хозяева, да, акционеры там, или совет, директор совет акционеров, неважно ли владелец, то, когда мы начинали внедрять эти решения, мы просто говорили, что, чувак, ты знаешь, тебе надо всех твоих управленцев, которые у тебя сейчас есть, просто нафиг выгнать, просто всех уволить, всех, он говорит, почему, ну, понимаешь, человек привык по телефону отдавать приказы, то есть-то есть планы, есть какие-то там, понимаете, согласовательные управленческие процедуры, ему на них плевать, он привык по телефону орать и решать вопросы, то есть это будет мешать, он не будет принимать то, что мы сейчас делаем, потому что для него это чужое, и реально для того, чтобы предприятие приняло новую систему управления, передовую, ну, лучшую в мире мы внедряли, и сайпил занимались, ну, она и самая крупная, самая тяжелая, и дорогая, но поэтому сейчас, как бы, с ней проблемы, что дорогая. И пока он их не увольнял, этих всех чуваков, со своего этого завода, и у него ничего не получалось, потому что, ну, то, что мы наблюдаем в нашей стране, система есть, складовщики обучены, в цехах мастера готовы заполнять там какие-то бланки, выработка полуфабрикаты, переделы технологически, все это отслеживать, с батарейки планы получаются, на Бженса знает, что закупать, производственники знают, что производить, качество знает, что бухгалтератом финансов, все, все классно, это все настроено, все сидят головой кивая, говорит, работаем, работаем, и вот они уходят, и ни хрена не работает, почему ты позвонил в производство, сказал, что нужно выпускать такую-то модель, если у нас какие-то планы, ну, потому что мне позвонил знакомый, который просил, чтоб я вам отгрузил эту вот вещь, понимаете, да, ну, я вот просто привожу примеры из жизни, и, а наша страна привыкла так работать, то есть они привыкли другу звонить, они привыкли там, наплевать на какие-то планы, вот тут сверху позвонили, государство, это бизнес, это нормальный бизнес, ну, если говорить по нормальному языку, расходная, доходная часть, первое, это мы, то есть, если контроль, одним словом, то есть люди не могут сами решать, ну, проблемы насущные, простые, им нужно звонить обязательно, спрашивать, что там сверху им скажут. дело, человек не может тренировать, не знаю, что будет завтра, а чем, делай вот так, то есть у него, и он ходил, и без власти, полномочий каких-то, да, вот я говорю про подчиненного, и он просто, который, ну, у него нет, его нет, филизировать, информацию, и просто, это говорит о том, что, ну, как вот в бизнесе, когда автоматизация, находит всех начальников, нафиг увольняют, так вот, как бы должно быть и так, по-другому, если они останутся, ни хрена ты не сделаешь, потому что это будет, как стучи автоматизации, айти страну хотите, да, но почему-то опять пульси глубины почты, почему-то опять костяный счет достал, то есть, для того, чтобы наша страна сделала рывок, надо реально, ну, готовить какую-то, хотя бы, какую-то супер интеллектуальную элиту, но людей, которые, по крайней мере, не будут там хвататься за власть, которые будут пытаться прислушиваться, да, и может каких-нибудь 10 лет пройдет, там 20 лет, и появится своей элита, интеллектуальная, там, управленческая, которая будет адекватно, ну, как-то так, ставить они все равно, первая ситуация, все повторится то же самое, на Украине, да, вот, ну, много друзей украинцев, в Украине, была попытка народа, да, то есть, я вижу, мне, мне так кажется, что все возвращается на круги своя, и получилось, то есть, пришли новые люди, или там, перекрасились, там, какие-то прически другие сделали, извиняюсь, можно перебить, как же, пример той же Польши, когда у них была революция, или там, реформы в Эстонии, к примеру, давайте говорить так, как они реформы проводили, как они реформы проводились, как они реформы проводились в Украине, к сожалению, приватизация была нормальная, но если приватизация, не прихватизация туда, я все-таки считаю, что Эстония, Польша, они все-таки ближе тяготеют, к бывшему Советскому Союзу, к Европе, то есть, там, все-таки, я не хочу их там, как-то превозносить, но, вот, у нас другая культура, у России другая культура, у Украины, тоже другая культура, они, ну, такие классные, веселые, к примеру, да, и бессшабашные, то есть, они не знают о стратегии, а Россия, они, ну, они бессшабашные, и у них другие свои заморочки, тоже стратегии не занимаются, они живут одним днем, да, вот, в России, если говорить про поляков, про эстонцев, ну, ну, они, они пытаются спорить в будущее, потому что, понимаешь, что страна маленькая, небогатая, если ты, как бы, проспишь этот день, уже не сможешь, то есть, они бурят денег, поэтому, они смотрели в будущее, смотрели, пытаются выжить, Польша, ну, Польша, таки, я не эксперт в этих вопросах, геополитических, Польша, в Евросоюз, они там им кредиты дали, но давайте говорить о том, что у поляков всегда была сильная тяга к бизнесу, они еще при Союзе приезжали, торговали, то есть, поляк, это бизнесмен, ну, в моем понимании, поэтому у них тоже, они, у них уже была революция, у них уже была декоммунизация, собственно говоря, то есть, от всего вот этого, ну, здесь это, управление, тяга от этого, ну, левого, можно сказать, ну, давайте с другой стороны копнем, про нашу страну, про Россию, про СССР, да, у нас, когда эти революции были, лупили народ, лупили, там, по Беларуси, в эти войсках туда-сюда шастали, народ молотили, да, у всех там этих наших ревесленников, каких-то музыкантов, классных там, поэтов в Россию гнали, ну, чтобы там что-то делали, в России там воевала, Сталин, революция, то есть, я говорю о том, потом, большевики, сколько людей убежало за границу, отечественной, ведь лучше гибли, дурак же гибнуть не будет, трус, в окопе отсидится там, простреть все многое, все, то есть, я о чем говорю, что тут еще проблема идет не то, что дураки правят, и много классных людей, которые могли бы передать будущим поколениям какой-то свой опыт, их просто, ну, уничтожили, и в этом тоже большая проблема, потому что, когда страна не воевала, например, там 150 лет, 200 лет, у людей была возможность выбора лучших, войны, это не таки происходит с этой международной политикой, то общество говорит, этих убили, эти убежали, жить с теми, с кем получается, и вот я скажу, что сейчас вот наша страна, как раз Беларусь, столкнулась с тем, что мы живем с теми, с кем получается, потому что, я не хочу уезжать в Беларуси, но я не осуждаю людей, которые бегут отсюда, потому что, и про своих IT-коллег, говорили, потому что там больше возможностей, это факт, и получается, например, по кацанскому, когда мы капливали опыт, мы делали крупные международные проекты, и потом бы слепать ребят остались здесь, я уверен, что любого из них можно было поставить, там, директором завода, потому что он автоматизирует производство, например, на каком-нибудь, неважно, там, какая-нибудь Сибирь, там, крупный проект, и у него мировоззрение, он знает, как это управляет в мире, там, лучше, что в нефтянке, и право там лучше управляет, и у него получилось, он уехал, то есть, что, видите, просто, говорю немножко, дел про посты, или на этом все. Хорошо, а вот мы говорили про разные страны, там, про Польшу, про Ирландию, вот, примеры, каких стран, по вашему мнению, наиболее применимы к Беларуси, в плане развития, регулирования ITB, бизнеса, вот некоторые говорят, давайте там, как в Японии, там, как в Нижней Корее, вот, чтобы вы могли привести, какая страна нам более близка, какая модель близка? Так, что, знаете, как берет татары, насрать, ну, их много, то есть, мы должны делать свой опыт, именно белорусские, и, если говорить, пройти, и мы должны писать законы под себя, потому что, если вот, я был в Швеции, и я спрашиваю студентов, сколько вы языков, знаете, три языка, мы сейчас будем еще китайские учить, то есть, они, не понимают, что мы можем классно жить, только тогда, когда мы будем уметь делать то, что теперь другие, поэтому, то, что задумались про криптовалюты, да, ну, в Руси, это круто, но, плохо, что они довели до конца, пока логического, то есть, если ты будешь кому-то подражать, то есть, ты останешься лохом, то есть, грубо говоря, если ты делаешь франшизу, у кого-то покупаешь, да, то есть, ты покупаешь чужой опыт, тебе гарантирует, что ты будешь какую-то копейку зарабатывать, и ты будешь как-то нормально жить, для того, чтобы реально круто жить, ты должен что-то придумать свое, сделать так, как не делать никто, и тебя будут копировать, там, еще что-то, я говорю про страны, это, 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 ну, вполне нормально, потому что страны между собой тоже воюют, там, за то, чтобы быть, там, какие-то, мобили покупали, и прочее, прочее, то есть, только так, в Швеции, они там, корабли какие-то строили, и прочее, потом поняли, что нафиг нам это надо, давайте заниматься другим, и у них получилось, то есть, Беларусь должна искать свою нишу, не колбасу, не мясо, молоко, это, 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 примитив, это, но, от земли будешь не богатой, горбатой, да, я, я люблю копаться в земле, у меня дача, у мамы есть, я там, не помогаю, я просто говорю, что это умеет делать все, намного лучше, там, где у них земля, три раза в год поданосит, и прочее, мы должны искать что-то новое, а мы 20 лет продаем картошку, то есть, ну, как-то так, то есть, у нас есть потенциал, вот, я пользуюсь часами, мне сегодня спрашивали, полимастер, это белорус изобрел, ну, это белорусская фирма, ручной дозиметр, я с Русатом обработал, поэтому с этими часами хожу, классно, классно, его товар продается и в Японии, и по всему миру, если реформы какие-то делать, есть ли, напиши, там, какая-то строчка, будет, я тебя поспугался, чтобы он посчитал, твои там, сколько этих видов нужно, что-то, Николай, связь плохая, периодически у вас прорывается, слышно? Да, вот сейчас слышно, просто задумался, микрофон, съехал, то есть, это как в стартапах, то есть, буря каких-то 100 проектов, там, страна начинает делать, еще что-то, ведь умрет, а не получится, получится, какие-то, вторые танки, Wargaming, бизнес крутой, да, ну, только так, а по-другому, если вот не проявлять инициативу, клепаясь какие-то станки, какие-то тракторы, ну, тракторы тоже нужны, у нас, насколько я знаю, даже в России, не люблю, засос, трактора наши, не очень, надо искать, надо реально воевать, отбивать какой-то свой кусок хлеба, вот, не сидеть на шее России, и не клянчить, там, и прочее, ну, он же вроде бы был в Сочи, Лукашенко, и вроде новый кредит получил, да, еще скатается, ему виднее, у него там свой самолет, поэтому, я честно скажу, у меня вот друзья, мы когда начинаем говорить, мы говорим, что давайте в нашем приличном обществе, об этих людях говорить не будем, потому что, не заслуживает, имя его не произносите, извиняюсь, что-то я уже устал, полтора часа говорить, ну, принципе, что высудили, ты какой последний вопрос, и пойду спать, теперь вопросы от слушателей, то есть, у кого есть какие вопросы, из собравшихся, задавайте по плану, мы как бы все, наши вопросы, стандартные прошли, вопросы к чату, и ко всем присутствующим, у кого есть вопросы, к Николаю, задавайте, вот, да, я всех усопил, не, 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 вот, я остановился на моменте искусственного интеллекта, понимаете, вот, есть момент моделирования биологического прототипа, есть момент, когда вот искусственный интеллект, это просто вот какое-то клише, которое обозначает что-то очень крутое, ну, вот это две большие разницы, и второе получает инвестиции, а первое нет, хотя первое более перспективно. я смотрю на это все очень просто, если есть заказчик, который в области искусственного интеллекта, и говорит, что я хочу заплатить такие вот сумасшедшие деньги, и мне нужно, чтобы в унитазе открывалась крышка, или закрывалась там, не знаю, если появится заказчик, который скажет, что, понимаете, то есть, обычно бизнес-айти, любой бизнес-айти заплатить, пофиг за что, остался довольный, где сделаешь из плохих проектов, но потом, если появится заказчик, либо самого зарегистрирования, ты сделаешь реально круто. Нет, я понял, надо найти сумасшедшего, который готов платить за реализацию биологического прототипа. Например, да, потому что без денег, к сожалению, никто работать не будет, у всех есть семьи, дети, машины, какие-то кошки, собаки, рыбки, ну, это все нужно кормить, то есть наш мир, к сожалению, устроен очень жестко и несправедливо, что ты не можешь жить с удовольствием, ты обязан какое-то время, тысяч часов каждый день отдавать на то, чтобы добыть денег, да, но в принципе может и справедливо, но если концепция проработана, весь материал есть, презентации, идея, стратегия, то даже под такой научный проект можно найти деньги благотворительных фондов, которые этим занимаются. получить можно, если реально крутая задумка, и куча документов заполнены, да, гранты можно получить. Есть очень много филантропов и сумасшедших, богатых людей, которые готовы впускаться в авантюры, авантюристы, они миры движут, благодаря им, наверное, их финансирование появляются какие-то там крутые лекарства и прорывные технологии. А еще скажу, что если есть реально крутая идея, то надо вокруг себя пытаться сделать сообщество в интернете, в веке экономики, и сообщество должно помогать тебе, если идея классная, но они это сделают. Потому что я уже много говорил, что современный интернет делали, энтузиасты, да, те, которые сами по себе это все зафигачили. Потом это уже подхватили там крупные компании, айтишные, и все начали развивать. То есть, энтузиасты тоже очень там после работы приходят и всю ночь там раздевают. Я хотел бы еще сказать напоследок экономика. Ну, я говорю о том, что меняется. В чем она заключается, что, например, приведу такой, очень такой известный компонент, занимался добычей золота, и у них пределание, это самое золото, и механизм, документацию по Горн-Терезии, конкретно это был из золота, то мы ему там призовой фонд, мы поделим, ну и там всякие гадалки, были летчики, там стриптизер, потому что предложение, потому что классно. мы потом эксперты анализировали присланные материалы, приводились в земле. Говорю, что мир изменился. в чем, если раньше компания и так, что я купила самых умных людей, чтобы они там что-то придумали, думали, что-то придумать, надо обратиться к сообществу, сделать это умных человек, из-за твоей спины стоит, например, в интернете миллион умных людей, то я, у которого, скажем, миллион не самых умных людей, но я задавлю этого, у которого там два умных человека, понимаете, а в нашей стране если тоже к ней вот преломлять, оно получает и поэтому происходит такой, знаете, такая интеллектуальная потенция, которая без креатива, без стратегии, без всего, а вот опять, извините, что на своей волне, но мир изменился и совсем другие принципы. Я смотрю, вот американцы они доверяют, европейцы ну это немцы, в основном, про немцы говорить, да, про те же швейцарцев, шведов, да, то есть они где-то что-то вот классное появляется и тут же у себя пытаются это внедрить, попробовать эксперимент провести, деньги какие-то дополнительные давать, там, бездомным, бесплатные дома, в Финляндии, еще там что-то, находят и потом это все у себя тиражируют, они постоянно экспериментируют, а мы, к сожалению, мы ничего не экспериментируем, мы живем как было, то есть мы катимся по рельсам, поэтому, извините, с такой эмоциональной посыл, то есть, уже под... стал еще... алло, зацел, да, могу отключаться, да, вот тут вопрос такой поступил из чата, короткий совсем, человек спрашивает, когда вы, Николай, последний раз играли в страйкбол? Ой, честно скажу, наверное... август, юн, май бегал, бегал, а когда уточнить, а то связь плохая, плохо слышно? В этом мае бегал я, мае, ну все, в принципе, можно заканчивать, а то связь очень плотная. За внимание, надеюсь, что я вас не очень утомил. Да, спасибо вам, Николай. Все, всем удачи, всем здоровья, мысли и вера в себя, потому что вера в себя, это самая мощная штука, без нее ничего не получается. Подписывайтесь на канал Николая, ссылка на него в описании под видеороликом, подписывайтесь на нашу группу Телеграме, чтобы знать последние новости и анонсы стримов, а также присоединяйтесь к нашей группе в Дискорде, чтобы всегда заходить к нам на голосовые беседы и иметь возможность задать вопрос голосом и поговорить, обсудить все интересные вопросы в беседе. Спасибо.